любовница от слова любовь пользуюсь услугами любовница это не то поцелуй я думаю это уже своего рода измена свои нужды справил и вернулся домой жене любовница это плохо любовница когда ты долго в отношениях секс превращается в инцест копать сердечки да я дорогие дамы против свободных отношений как вот можно взять и предложить это девушке не расстаться с ними после этого верните все мои подарки а девственность никто вернет я все до 146 даже процентов я тебе отдаю все хочу с тобой упором да блин везде вы меня выиграли всем привет меня зовут а соли это шоу о чем мне говорят женщины и ваш любимый мужской выпуск по традиции мы обсуждаем те три темы которые уже вышли женских выпусков а это любовницы расстройство пищевого поведения и рпп и брачный договор и так сегодня в женских темах будут разбираться певец тони актер стас круглицкий и мой личный подарок для вас делать вы просили писали что что все звезды зовешь а можно вот какого-нибудь простого парня пожалуйста даниил грибов кстати говоря даниил по совместительству еще и продюсер этого шоу о чем не говорят женщины все готовы смотреть поехали я обожаю собирать мужчины у себя здесь в студии и начинать с самых каверзных тем первая тема которую мы сейчас будем обсуждать с вами это любовь стас станислав михайлович михайлович когда в жизни не было мне кажется любовницы не знаю что-то что-то для старых любовница вообще да любовница такой когда тебе уже за 50 такой очень старый действительно такое слово какой-то а на самом деле так как раз после 40 начинается кризис среднего возраста у мужчин и там мы вроде как мужчины заводят себе любовниц для чего не заводите любовниц это очень плохо я пользуюсь услугами любовница но что я вот-вот не смысле я встречаюсь с девушкой например ради секса это значит она не любовница правильно это не то это не любовница смотрите любовница от слова любовь а там же по сути до любви то никакой нет нет но в моменте то она может быть а есть есть момент ты очень то неправильно тему затронул любовница от слова любви но любви такого слова это жизнь жена жесть да по статистике мужчины считают что если нету никаких чувств а у любовниц это чаще всего пошел свои нужды справил и вернулся домой жене то вроде как я и не изменяю смотрите мне кажется физическая близость это уже следствие эмоциональная то есть ты никогда не спал случайно ради секса если например мне изменит девушка не дай бог для меня сам факт физической близости это измена а если она начнет с кем-то просто переписываться ну это как бы флирт наверное вот вот я про это говорю что для мужчин я подождите это какая переписка будет ну да смотрите такая история что оно может переписаться тайна но условно говоря там где-то в туалете silent что-то попереписывал это конечно не очень хорошо но есть она переписывается со своим другом и она вот так типа туне смотри чем мне пишет вот так как бы это умирай она ставит тебя в известность что она переписывается что кто-то ей пишет но при При этом она не делает из этого какую-то тайну. Тут уже ты решаешь. Да, но если она уходит куда-то, там где-то переписывается тайком, или ты видишь, как вы сидите в кафе, у нее что-то мелькает, она там переворачивает. Наверное, это вот совсем другой флир, другая переписка, вот я так считаю. И уже считается изменой? Слушайте, но все-таки я соглашусь, что измена это больше физическая история. Да, даже там какой-то поцелуй, я думаю, это уже своего рода измена, потому что поцелуй, один шаг, и ты уже... В постели. Ну, где поцелуешь? Давайте попробуем разобраться, для чего мужчины заводят любовность. Тут есть варианты ответов. Желание новых эмоций, жажда самоутверждения. А, мы сейчас на кто хочет стать миллионером, да? Или проблема в браке, ну или в отношениях. Каждый сам, наверное, выберет для себя. Мне кажется, все варианты подходят. Есть причина, когда просто ты не любишь свою девушку. А зачем ты с ней живешь? А ты что думаешь, все прямо по любви живут? Привычка, я не знаю, дети, что угодно. В моем мире, вот мне правда кажется, что если ты выбрал человека, то ты с ним по любви. Ну, ты просто такая, ты диснеевская. Сейчас такое ощущение, что сейчас птицы прилетят, да, и да. А зачем тогда жить с человеком, если ты его не любишь? А зачем работать на нелюбимой работе? Ну, вот сколько людей каждый день встают в 7 утра и едут куда-то непонятно куда, там, в тюму таракань на трамвале, там, зарабатывают 20 тысяч рублей и несчастны всю жизнь. Каждый кузнец своего счастья, но почему-то многие люди как будто бы этого не понимают и ничего не делают для того, чтобы стать счастливыми. Так же и в отношениях, мне кажется. Ты просто выскочил однажды за кого-то, кто тебе случайно ответил взаимностью. И потом вы по привычке всю жизнь живете и изменяете друг другу. Я как-то услышал такую фразу о том, что мужчина говорит женщине, вот ты мой персик. Но я хочу сказать так, что вокруг еще много других фруктов. Я хочу тоже попробовать. Но я всегда буду любить персик. Всегда. Это мой самый любимый фрукт. Но и другие фруктики тоже на тарелочке лежат. Фруктовая же все-таки тарелочка. Значит, это жажда новых впечатлений. Новых вкусов. А лучше, конечно, все эти вкусы попробовать до брака, я думаю. А еще желательно в миксе. Да, бездевочек. Ты уже тоже палку не перегибаешь. Смузи. Довый микс, да, сделать. Мне кажется, можно сколько угодно говорить о том, как правильно подходить к браку. Я, например, не знаю, что там происходит в отношениях, которые длятся дольше, чем два года. Потому что мои самые долгие отношения длились два года. Но есть пара, которая, не знаю, вместе по 10-15 лет. Говорят, что когда ты долго в отношениях, то секс превращается в инцест. Я не знаю, честно говоря, как у вас. Нет, нет, да ну. И я, ну, у всех по-разному, наверное. Да, у всех по-разному, где я соглашусь. Наверное, у всех по-разному. Поэтому, мне кажется, говорить с позиции того, как надо входить в отношения, как не надо, вообще не имеет даже никакого смысла, потому что у всех по-разному. Ты можешь сколько угодно, мне кажется, нагуляться перед браком, в 40 войти в брак, и потом такой, и через два годика опять такой, блин, а я что-то уже не хочу тебя. Хочу что-то новое. И что тогда делать? Стараться вернуть условно страсть или же идти изменять? Изменять, мне кажется, всегда плохо. 100%. Тогда заканчивать отношения? Довольно заканчивать. Да, почему нет? Ну, либо договариваться, может быть, на свободные отношения, сейчас это модно. Я лично противник свободных отношений, честно. Даниил, ты уже растешь в глазах нашей женской аудитории, знаешь, у тебя эти капают сердечки. Да, я, дорогие дамы, против свободных отношений. Ну, мне кажется, это маленький процент, будем честны. Кто готов жить в таких свободных отношениях? Ну, наверное, в России уж тем более, да. Ну, я, например, поскольку сам не сторонник этого, я вообще не представляю, как можно позволить своей девушке с кем-то еще спать, там, встречаться, кроме тебя. Я бы просто умер от ревности. Слушайте-ка, вообще у нас совершенно в другое русло пошла тема, но это интересно. Я думала, сейчас вы начнете рассказывать истории, а у моего друга. А мы тут про серьезные. Мужская солидарность. У меня никто из друзей не изменяет никому. Серьезно? Конечно. Ну, мы без имен, ты можешь сдать людей без имен. А, ну, тогда, тогда слушайте, короче. Тони, у тебя сколько длятся отношений? У меня самая прекрасная женщина, самая красивая, самая милая и два года уже, больше двух лет. А, все, видишь, перешли порог. Когда любишь, хочется изменять? Нет, вот честно тебе скажу, нет, вообще. Нет в этом никакого смысла. Да, в целом, когда с тобой правильный рядом человек, знаешь, есть какой-то рилс, когда у тебя любимый там человек с тобой показывает его четко, и вокруг все размазано. Такое смытое, как нефокус. Когда я вот влюбился в девушку, для меня, может быть, это грубо прозвучит, все девушки стали своего рода бесполыми. То есть для меня была только одна девушка, и все. У меня был персик, и все остальные эти... Стали абрикос. Которые в фрукт, которые, да, как хурма. Понимаете, зачем мне хурма, когда у меня сладкий персик есть? Круто. Значит, теория о том, что когда любишь, изменять не хочется. Запятая где? Когда любишь, запятая, изменять не хочется. Да, совершенно верно. Точно. Значит, просто надо найти любовь в жизни? Ну ты же нашла. Да, мне не хочется. Потому что я в одном человеке нашла все, что мне надо. И я его люблю 10 лет. Как водоименная песня, абсолютно все. Абсолютно все. В моей жизни был грешок, когда я изменял. И потом, когда я сам рефлексировал, я пришел к выводу, что это происходило потому, что я просто не любил человека. И действительно, я даже ей никогда не говорил об этом. Ну, то есть не говорил о том, что я ее люблю. Прословали. Да. Только недавно последние мои отношения, вот они закончились два года назад, были, где была обоюдная любовь. И в них я действительно почувствовал, что изменять не хочется. Но вы слишком нужны друг другу для того, чтобы допустить мысль даже о том, что вы можете потерять друг друга. Я видел какой-то рилс, где один из известных ведущих говорил фразу про измену. Именно измену, не любовницу, а измену. Потому что, мне кажется, есть все равно какое-то деление понятия измена. Потому что измена – это вот быстренько, чуть-чуть, и все, и ушел. И, может, даже забыл. А любовница все равно – это забота, это какое-то внимание, это разрыв себя на две жизни, назовем. Это так. И вот он сказал, что именно про измену. Вот это разве стоит того, чтобы разрушить отношения? Вот это минуты, две, три, десять. Вот это ощущение, самый главный пиковый момент. Он вообще короткий. Ты строил отношения, ты любил человека или любишь. И вот эти две-три минуты там, да? Я извиняюсь, что я сейчас как будто среднюю статистику свою. Я просто даже не вижу себя вот лично. У меня, к счастью или, к сожалению, не было опыта любовниц. Но я просто не представляю себя настолько вот ответственной, что я не смогу себя поделить на две семьи. Я буду переживать. Вот у меня есть знакомый, который в маленьком городе, он туда-сюда. Я говорю, да как ты вообще? Ты одна же увидит, машина стоит здесь, мы же в маленьком городе живем. Как ты? Я буду вот так весь. Я даже в Москве не смог бы изменить, понимаете? Потому что, получается, ты тут 50% и тут. Не, я вот полностью 100% хочу отдать одному человеку. Самое главное быть и не казаться, потому что, если ты говоришь одно, а поступки твои сулят вообще другое, то грош тебе цена тогда? Девочки, теперь моя красота в моих руках. Причем в прямом смысле слова. Знакомьтесь, это моделирующий гель для нижней трети лица. Гельтек. С научно доказанной эффективностью. Реальный продукт высоких технологий. Впрочем, у бренда все такие. Он разглаживает морщины, мелкие исчезают, а глубокие становятся менее выраженными. Омолаживает и здорово подтягивает овал лица. Это обеспечивается за счет снятия отечности и расщепления жиров. Спонсор того самого угла молодости и всегда свежего вида. Результат виден с первых дней применений. Тон лица выравнивается, повышается плотность и упругость кожи. Эффект виден с первых дней, а если пользоваться регулярно, он будет накапливаться, и шея, и лицо, и декольте начнут выглядеть более подтянута и свежом. Текстура легкая и приятная, впитывается быстро и не оставляет жирной пленки. Создатели российский бренд косметики Гильтек. Ребята разрабатывают составы косметических средств в собственной лаборатории на предприятии в России. А образцы новинок тестируют добровольцы, в том числе специалисты и руководство компании. В общем, подход щепетильный и ответственный. Все рецептуры соблюдены, контроль качества тоже. Кстати, косметологи Гильтек ведут полезный YouTube-канал. Там и советы по уходу за кожей и волосами, и новости об уходовой косметике, и обзоры новинок бренда. Оставляю ссылку на канал и на крем в описании. Станислав Михайлович нам сказал, что в одних отношениях, может быть, и можно себе позволить измену, и какие-то другие отношения, а в других нет. Это говорит еще об уважении. Вот я тебе скажу, что на сегодняшний день отношения, в которых я нахожусь, это мои первые отношения, вот настолько сознательные, которые мы действительно строим, над которыми проходит колоссальная работа. Очень круто, когда ты работаешь над тем, чтобы человеку рядом с тобой было комфортно, и этот человек работает над тем, чтобы тебе было с ним рядом комфортно. Это вовсе классно. Я подтверждаю, я понимаю, о чем ты говоришь, что это действительно не лотерейный билетик. Вытянул, повезло. Есть же люди, и мужчины, и женщины, которые любят абьюзивные отношения. Им нравятся вот эти эмоциональные, постоянные качели. А есть люди, которые любят спокойствие. Он пришел домой, открыл газетку, почитал, телевизор включил, и ему никто не ходит. А есть люди, которым кайф вот этих эмоций, постоянно какая-то буря по квартире, по домам. Есть люди, которые приходят, и газетку открывают. Я не знаю, почему я дедушку представил. И не в туалете. И не в туалете, да. И женщина опять газету сидит, читает. Одну и ту же 10 лет почитает. Как я в ногами. Знаете, есть история, где мужчина прикинулся немым, чтобы с женой не разговаривать. Она выучила язык жестов, чтобы с ним разговаривать. Он типа сделал вид, что у нас слеп, понимаете? Лишь бы не разговаривать. Так и эту газетку 10 лет. Одна и та же. Она уже выгоревшая, уже с такими пролежнями. А бывают ли истории, когда любовница помогла спасти отношения? Смотря в какую сторону посмотреть. У меня есть пример, где друг был в браке, потом появилась девочка на стороне у него. А для чего вот она появилась? Он просто не любил. Сам себя убеждал в том, что он любит. И я видел, что он там ходит на стороне. Потом у него появилась девочка, в которую он влюбился. В конечном итоге он расстался со своей женой. Женился на этой девочке. И у них сейчас прекрасный союз. И как бы можно сказать, что это спасло его личную жизнь. Потому что в тех отношениях он был несчастен. Есть пример у меня. Человек, у него жена. Все прекрасно, великолепно. Приходит любовница. Он приходит от жены. Начинает жить с любовницей. И любовница просто все отбирает. Если представить, что отношение это такой гранит. Ты его вытачиваешь, вытачиваешь. Давай на примере фруктов. Короче, помело. Или помело, я не знаю. Ты его чистишь, чистишь, чистишь. Все, ты почистил. И вот есть какая-то штучка торчит. И ты ее не можешь и ножом срезать не можешь. Он все горький, да? Да. И ты идешь к другому фрукту, где вот этой штучки нет. И все. И тебе хорошо. А у помело твоего любимого? Ты очень быстро поменял персик на помаду. Вот, видите? Все, я спалился, дорогие дамы. Девушка. Нет, я к тому, что в одном фрукте не очень нравился. Да. Косточка какая-то. Там вот эта грубая кожурка, она там мягкая. Да, а там мягкая. Вот если бы вот с этой мягкой кожуркой, да со вкусом персика, я бы шел сразу. Значит, чего-то может не хватать. И нужно идти компенсировать, искать это на стороне. Не нужно. Не нужно искать. Ты просто вот смиряешься, условно говоря, плохое слово, но смиряешься с тем, что у тебя есть. Либо ты вообще отказываешься от этого. Ну, хорошо, давай тогда сойдем с козырей. Ну, нету секса. Секс превратился уже... В рутину. В рутину. В однообразие. Это проблема двух людей. Проблема двух людей. Но вот у мужчины вот такая ситуация, что он живет без секса в семейных отношениях. Девять лет я был в отношениях, да. Почему ты не женился? Вот я сам не знаю, я до сих пор в этих отношениях разбираюсь, я вообще не понимаю. Но суть не в этом. Суть в том, что любовь трансформируется. Проходит там полгода, любовь трансформируется, люди такие, да-да-да, что-то, да-да-да, все, прошли ее. Опять наступил момент трансформации, любви. И человек оценил это как не любовь, а я как то, что нужно еще перебороть. Надо дальше работать, надо дальше двигаться, потому что дальше еще этапы будут. А человек такой, все, вот, понимаете. Безусловно, это называется кризис. Да, и кто-то остается, да, там, секс убрался, еще что-то, но они продолжают двигаться. У них этапы, 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 этапы. Хорошо, секс пропал. Пропали общие интересы. Психолог. Психолог. Да, семейный психолог, кстати. Нет, даже не семейный, а просто психолог нужен каждому человеку. Ну, смотрите, любовницы, да, мы уже определились, да, любовницы это плохо, любовницы не надо. Или хорошо. Ты сейчас агитируешь? Нет, нет, я здесь, понимаешь, для того, чтобы рассмотреть ситуацию с разных сторон. Для человека, который идет к любовницам, ну, и не один раз, и заводит любовниц, и долгие годы с ними живет, наверное, это хорошо. Ну, смотря для кого? Для любовницы? Блин, так грубо звучит любовница. А любовник? Любовник хуже звучит. Любовник звучит сексуально. А тебе нравится? Да, любовник, любовник. Герой-любовник. Кстати, ни разу об этом не думал. Она же, сука, любовница. Подумала, и что-то зашкабы заколышилась. Но с любовницами мы более-менее разобрались. Это действительно не самое хорошее, что может случиться. Нужно верить в хорошие, добрые отношения, стараться заводить отношения по любви, и тогда быть счастливым. Антон очень четко и емко сказал про любовницу. Любовница – это плохо, любовницы не надо. Да, любовница – это плохо, любовница не надо. Каждый раз, приглашая разных, абсолютно разных мужчин, сижу и в какой-то момент ловлю себя на мысли, что ну какие крутые парни ко мне приходят. Ну есть же мужики, ну посмотрите, вот. Ну что ж, парни, а мы переходим к следующей теме. Брачный договор. Кто-нибудь сталкивался? Я только слышен об этом. Но я тоже лично не сталкивался. Я вообще безбрачный. Поэтому нам надо сегодня с вами будет тоже разобраться, как мужчины вообще к этому относятся. Что будет, если вам женщина скажет, а давай-ка подпишем брачный договор? Я вот, например, думал об этой ситуации. Вот если вдруг у меня там когда-либо появится отношение серьезное, да, скоро, в определенный момент, наверное, там, возможно, встанет этот вопрос. И я вот думаю, блин, а как вот так сделать, чтобы потом не остаться без всего? Не хотелось бы, честно говоря. Вот. И я такой думаю, блин, а как вот можно взять и предложить этой девушке и не расстаться с ней после этого? Это, мне кажется, то же самое, что, ну, невозможно девушке сказать, что она потолстела. Ну, то есть, если ты ей сказал это, все, ваши отношения закончены. Ты можешь проснуться, не проснуться. Да, и здесь то же самое. При этом я, например, становлюсь на другую сторону. Я вот когда встречался с последней, которую ты знаешь, и она сильно более состоятельная, чем я, если бы у нас отношения с ней дошли до брака, и она мне сказала, Стас, подпиши-ка брачный договор, в соответствии с которым ты не претендуешь ни на что, что у меня нажито непосиленным трудом. Я бы сказал, вообще без вопросов, Ида. Солидарен полностью с тобой. Как ты сказал? Ида. Тони, ты тоже можешь называть имена. Ну, уже стали говорить, уже давайте. Слушай, я вот начал говорить об этом, я тоже об этом задумался. Вот так точно кажется ситуацией, как у тебя была с Идой. Да? Да? Да. Подождите, вот с твоей Идой. Тоже Ида? Не, не, у тебя с Идой, я говорю, а у меня с Идой. Ну, я ни в коем случае себя этим не принижаю. У меня нет такого, чтобы я там, типа, я иду в любом случае к своей цели. Да, конечно. Я знаю, что я буду зарабатывать очень много денег. Я уже их зарабатываю, но хочу еще больше. И вот ты правильно сказал, если бы ко мне пришли с братьевым контрактом, я сказал, да, конечно. Но прийти с таким контрактом к женщине, это как будто, ну, не мужская история вообще. Не мужская? Нет, конечно. Я не согласен. Мое мнение, что это не то, что не мужская, просто это нормальная история, с моей точки зрения. Просто я не понимаю, как это донести девушке таким образом, чтобы она тебя, ну... Так это же от девушки зависит. Ты почувствуешь, мне кажется, в этот момент, что ты можешь этому человеку именно это предложить, и именно это произнести. Со стороны никто не придет и не скажет тебе об этом. Ты никогда сам, находясь внутри таких отношений, если ты о таких отношениях, как я подумал, сейчас говоришь, вряд ли ты это увидишь или услышишь сам, без третьих лиц. Хорошо, а если это про безопасность? Никто не вечен, всякое может случиться. Если так случается, что мужчина становится дееспособен или его, например... Не стал человеком. Его не стал, да. Радикальные меры. По закону все и так уходит жене. Да, так это же... Нет, друзья мои. Жене как раз все не уходит. Еще вступают в наследство и другие родственники. И они могут прийти к твоей жене и сказать, а мы не хотим, чтобы ты жиловатый квартир. Если у вас брак, то родственники, ближайший родственник это жена. Да. И дальше дети и родители. То есть там не так все просто, что все жене. Ты должен как раз в договоре все написать, что вот в случае чего, там я все завещаю, например, жене. Тогда вопросов не будет. Твои долги, кстати говоря, если они есть... Повесить на жену. Да, повесить на жену. Да, это так и есть. В программе, которая у нас уже висит на канале, и вы можете посмотреть, именно такая история и была. Все хочу делить. С тобою поровну, да. Круто. Да, да, да. Если брак по любви, нужен ли брать на кого? Честно? Я, конечно, желаю всем такую женщину, как у меня. Правда, искренне. Потому что вот если бы мне пришли, какие-то люди сказали, слушай, а ты не думаешь подписать какой-то, придумать контракт? Я бы, честно, при украшивании нахуй послал бы таких людей. И даже вот ты сказала, когда после смерти там завещать жене все. Вот честно, я бы без угрызений совести завещал бы. И я знал, что она с тем, что было там мной и нами нажито, распорядилась бы именно так, как бы этим распорядился я. Не, а если вы вместе нажили одно, а вот смотри, вот предположим, ты такой весь заряженный, находишься девочку молодую какую-то. И вот вы, значит, через год женитесь, а еще через год она тебе изменила. И с кого хер ты должен взять и отдать ей полуимущество? Вот, пожалуйста. Понятно, что никто не застрахован. Может, она завтра кого-то встретит, ну, или я. Но мы делаем так, чтобы этого не произошло. Ну, все, когда женятся, все влюблены. Все надеются, что эта вот лодка любви будет бесконечно плыть по океану. По реке любви, да. Но 80% развода. И дележка начинается. Каждого сервиза, подаренного на свадьбу, квартиры, как раз тех самых долгов, ипотеки, кредитов. И вот этого всего можно было бы избежать, если были бы подписаны бумаги о том, что вот с чем пришел, с тем ты уходишь. А то, что совместно нажитое, будет делиться там вот в таких вот долях. Это не значит, что вы не любите или не доверяете человеку. Просто, чтобы обезопасить скорее отношения. Я вот согласен, что это, мне кажется, очень справедливо. Брачный контакт? Ну, вот на тех условиях, которые Ассоль озвучила. Я бы делал такой контракт, где ты пишешь. А, ну хотя нет, там уже, если вы поругались, там уже ничего не договорится никогда. Вот. А может быть, стоит брачный контракт делать не сразу? То есть, когда вы уже осознанно это делаете? Слушай, я эту тему, когда обсуждала... Это интересный вариант. У меня был, значит, юрист, психолог, девочка, которая находится в бракоразводном процессе. Катя Коносова, которая сама за брачный договор. Мы, значит, это обсудили. И я, естественно, рассказала в своих соцсетях. В том числе, там, дала комментарии для одного портала. И тут, я смотрю, значит, стали появляться разные статьи, где пишут, что Ассоль решила заключить врачный договор с СТ. И пошли теории заговора. А чего это сейчас? Очень подозрительно. Значит, у них проблемы в отношениях. Значит, уже что-то не просто так. Надо переписывать все на мать. Значит, надо держать руку на пульсе. Мужчины, они такие. На самом деле, нет. Просто мы обсуждали. И в том числе я с Сашей тоже обсудила. Говорю, слушай, действительно, никто не вечен. Всякое может случиться. И чтобы каких-то ситуаций не было, может быть, имеет смысл? Он говорит, да, давай, мы это можем обсудить. Я про это и говорил, что вы почувствуете в какой-то момент это произнести. Вот, зная себя, если бы вот меня сейчас, условно говоря, там, любимый человек. Вот, честно, я чувствую, прям, я все отдам. Да. И я пишу, сто процентов, сто сорок шесть даже процентов я тебе отдаю. Но вот сейчас, оглядываясь на этого человека, да, это там фантомный какой-то в данном случае человек, какой-то конкретный, я, наверное, был бы рад, если бы был нормирующий такой документ, который скажет, что вот ей 50, тебе 50. Потому что вот сейчас мне не хочется ничего ей отдавать. Настолько мне не комфортно даже думать об этом человеке, что я не хочу, чтобы вообще ничего в ее жизни моего было, в моей ее, понимаете? И вот этот документ, он в данном случае нормирует. Он говорит, Дань, Дань, не гречись, не гречись. Подписал же 50%, ну отдай ей 50%, не гречись. И все отдавать не надо. А я в самом начале бы такой, конечно, душа моя, вот все, мое укулеле, мои... Все мое, твое. Да, да, мои монетки я скоррекционировал, нумизмировал, там все нормально, забирай. Я думаю, что все зависит от порядочности людей. Ты понимаешь, в моем мире вот этих... Да, но когда мужчины не платят алименты своим детям... Как это может быть? Где эта порядочность? Я просто раньше думал, что алименты это какая-то вполне определенная сумма, а недавно узнал, что это процент от дохода твоего. От дохода, да. И занижают доход. Занижают доход, чтобы меньше платить алименты, да, я знаю. И богатые, и очень богатые люди. Да, да, да. Представляете? Не, я понимаю, ну просто ты представишь, 20% в месяц, там условно отдавать от своего дохода ежемесячно. А зачем? Ну не обязательно. Ну то есть для ребенка может быть необходимо гораздо меньше, почему ты 20% должен отдавать. Ты же даже не распоряжаешься этими деньгами. Если ты понимаешь, ты там их можешь откладывать на какой-то счет накопительный, их контролировать. Ему ребенку. Да, а ты же понимаешь, что твоя бывшая может там условно на эти деньги как-то там, не знаю, в кафе ходить с другими мужиками сейчас, еще что-то. Ты же не до конца не контролируешь эти деньги совершенно. С одной стороны, но эти деньги не настолько велики, чтобы, понимаешь, мужиков других на Мальдивы... Подожди, если ты зарабатываешь 10 миллионов... Пусть миллион, да, миллион, ты 200 тысяч отдаешь. Да, но давайте так. Если ты зарабатываешь миллион, ты живешь, и ребенок твой живет в определенных условиях. Если ты зарабатываешь 30 тысяч рублей, твой ребенок живет в определенных условиях. Он ест определенные продукты, носит определенные памперсы, одежду и так далее. И вот этот уровень жизни и нужно поддерживать ребенку. То есть может возникнуть вопрос, да, что ты придешь к своей бывшей жене и скажешь, а почему у меня памперсы-то не куплены, я тебе от миллиона двести тысяч плачу. А это уже органы опеки. Короче, я не говорю о том, что я за или против, просто мне кажется, это такой спорный вопрос. А если кто-то зарабатывает реально там 10 миллионов, вот почему он должен своей бывшей отдавать 20% от этого? Не бывший, Стас. Ну, бывший, они по-разному могли расстаться. Дети. Дети же не могут распоряжаться. Ну и до этого жена распоряжалась этими деньгами, понимаете? Потому что по факту мужчины редко, когда покупают одежду, средства гигиены, возят по клиникам, по кружкам, вы даже не представляете, какой это финансовый вклад в детей. Мне кажется, что вот этот закон об алиментах сделан потому, что психологическим мужику не хочется отдавать женщине, бывшей женщине. И поэтому это привязали к ребенку, ну, алименты ребенка. Еще раз я хочу подчеркнуть, чтобы они закидали томатами. Я не против. Я за то, чтобы мужики отвечали за своих детей. 100%. Не бросали. Просто мне вот не до конца понятна вот эта история там с процентами, не процентами. Не понимаю, как это все считается. И дай бог, чтобы и тебя не коснулся этой ситуации. Никого из нас вообще. Да, чтобы дети жили со своими родителями. Что все, да, все жили в любви, в счастье и в достатке. Ребят, ну вот сейчас, когда вы узнали все за и против, стали бы подписывать брачный договор? Я бы подписал. Чтобы обезопасить себя, мне кажется, что это было бы окей. Я считаю, что я точно с брачным контрактом к своему любимому человеку не приду. Сколько бы там домов, вилл, яхт у меня не было. Если ты выбрил человека, и ты знаешь, что этот человек порядочен, у тебя не будет в нем сомнения. Я менее наивный человек. Ну, подожди, ты еще, может быть, так сильно не влюбился. Найдешь свою женщину, и все. Правильно. Свою, прям свою-свою. Не как ту, которая все забрала. Которая будет знать, что тебе приготовить на завтрак. Это самое главное. Такой точно не нужен брачный контракт. Есть такая найдется, которая... Эй, чел, ты сегодня с утра хочешь сосиски. Я такой, ты моя куколка. Даниил, что скажешь? Я бы, наверное, подписал. Потому что это такое своего рода доверие и там, и там. Есть какие-то защиты, есть какие-то границы. И когда ты говоришь там, типа, я влюблен, она честная, порядочная. Ну, черт его знает, сколько это честность и порядочность она будет показывать. Может быть, она на самом деле не такая. Это я сейчас не про, как говорят про твою девушку, да? Она в какой-то момент раскроется и вообще окажется другим человеком. Мало ли человек действительно 10 лет играл роль прекрасной девушки, прекрасной жены. Да нет, такое бывает сплошь и рядом вообще. Люди живут душа в душу, а потом начинается бракоразводный процесс. И все становятся такими мразями. Не только девушки, и мужики. Я абсолютно про это и говорю, что люди, вот как у Булгакова, москвичей, квартирный вопрос, так и здесь. Людей, семью может испортить бракоразводный процесс. Слышал историю с Бакальчуками? Я только про Лерчик знаю. Серьезно? Вон какая любовь была, что везде ребята вместе строили бизнес, семью. Да блин, везде вы меня выиграли. Нет, достаточно вспомнить вот самый богатый человек, Джев Безос, да, по-моему, его зовут? Такой вот половину у него забрали, тоже строил, строил, строил. Ну по закону, ребят, половину отдаешь жене. Как ни крути. Когда вы вместе нажили, я согласен, я вообще за то, чтобы поделить поровну. У меня только один поинт. Я хочу, чтобы мы делили имущество с той точки, когда мы все, когда мы муж и жена. Я вообще хочу, чтобы моя жена будущая просто была чем-то занята, чем-то была увлечена. Пофиг, сколько ты зарабатываешь, можешь вообще ноль зарабатывать. И если так случится, что через какое-то количество времени, лет мы разойдемся, при этом мы всю жизнь любили друг друга, у нас дети есть, я ее сам оставлю, квартиру, машину, чтобы ей было по кайфу. То есть я там не буду высчитывать 50% с этого, 50% с этого. Я помню, у своей бывшей девушки забирал укулеле, я ей дарил на день рождения. Забирал, в смысле, брал поиграть. Ага. Фух, хорошо, что уточнил. Верните все мои подарки, а девственность никто вернет. А вы можете это не вставлять? Он просто скажет, что просто забирал укулеле, которую подарил. И она маме что-то говорит, да вот там Данил приезжал, я ему укулеле отдала. И она такая, так он у тебя все подарки так заберет. Я такой, чего? Я только укулеле подарил. Во-первых, я только укулеле и подарил. А во-вторых, вот как правильно сказал, Старислав Михайлович, прошу прощения. Все, делаю, ей комфортно, все, я отдам. Я этого человека любил, я ему, если подарил вот это, я ему подарил в момент, когда его любил. А когда там кольцо дарят в момент, когда любил, я не понимаю мужчин, которые приходят и говорят, отдай мне кольцо, которое я тебе там подарил, которое я тебе, да зачем это нужно? Ну вот как-то вот так. Отдает человек, комфортно ему, все хорошо, пускай идет своей дорожкой. Завели парня. Завели. Меня как раз же и спрашивали, говорят, ну вот ты все звезды зовешь, звездных мужиков, они какие-то все проработанные. А можешь вот простого парня из народа позвать? Вот он он. Вот он он. Вот он, вот он, вот он. Сейчас хочется такую шапочку вот так, эх, и в пляс так. А что тебя останавливает? Ты, а ты свисти. Все, радикулит меня останавливает, видимо. Переходим к следующей теме. Она может быть для мужчин не супер актуальная, но мы ее с женщинами обсуждали, поэтому и вам придется. РПП – это расстройство пищевого поведения. У женщин она встречается гораздо чаще, ну потому что вот вы, может, пойдете выпьете, а мы вот заедим. На самом деле все проблемы пищеварительного тракта у нас вот здесь. Это все у нас идет от непереваривания нашего бытия. У вас есть какие-то, парни, истории личные с едой связанные? Мне кажется, у меня нет проблем с аппетитом вообще, честно говоря. И при этом я не могу сказать, что я в стрессовые моменты как-то заедаю. У меня как-то всегда, вот что касается еды, ровно все. Я стабильно всегда хочу есть. Я просто слишком долго, наверное, невкусно и нездорово питался. Ну, пока жил в университете, потом долгое время, пока у меня не было денег. Когда я стал нормально зарабатывать, я стал нормально питаться, и у меня появился какой-то в жизни культ еды. Я не могу позволить себе невкусно поесть. То есть для меня завтрак, обед, ужин, любой прием пищи должен быть очень хорошим, очень качественным. И вот для меня, например, это ритуал определенный, поехать куда-то на завтрак. Я люблю дорогу до этого завтрака. У меня в жизни культ еды. Это для меня очень важно. А есть люди, вот я человек, который в стрессе есть не может. То есть если я стрессую, у меня аппетита нет вообще. Я худею на 10 килограмм сразу за две недели. Восхищать девушками, которые вышли из состояния или анорексии, или наоборот, вот когда свечу веса. И возвращаются в норму. Из анорексии вернуться в норму сложнее, чем из полного тела в какую-то норму прийти. Мне кажется, анорексия, это прям как будто все. Даже человек выглядит максимально уже ушедшим, как будто. Он как будто растворяется вот в этом формате. Я вот восхищаюсь этими девушками, которые вернули свою жизнь в норму после анорексии. Но на самом деле от анорексии смертельных случаев гораздо больше, чем от ожирения. Конечно, конечно. Набрать тяжелее, чем похудеть, однозначно. Я набирал. Я вот такой был раньше. Сложность не в набрать, а именно заставить себя поесть. Вот в чем, мне кажется, проблема. Их же там как раз и лечат. Действительно, очень серьезная тема. Пока с ней не сталкиваешься и не видишь последствия, она действительно не берется из ниоткуда. То есть это какая-то сложная травма в детстве, либо во взрослом возрасте. И вот эту вот дыру травмированную человек заедает и имеет колоссальные последствия. Кто не смотрел наш выпуск, пожалуйста, смотрите у меня на канале выпуск, посвященный расстройствам пищевого поведения. Ребят, спасибо вам за эту встречу. Спасибо тебе. Сегодня был сейчас очень такой сумбурный, но очень интересный и веселый разговор. Мы обсудили много серьезных тем. Я знаю, что и девочки очень любят, когда мужчины рассказывают о своих каких-то видениях на ту или иную ситуацию. Это дает нам еще возможность больше понимать мужчин, больше понимать себя, свои отношения, посмотреть по другим углам. И я надеюсь, что будет полезно эта программа. Спасибо вам огромное. Спасибо тебе за твои горящие глаза. Вот такой мужской выпуск получился. Я уверена, девочки, вам есть что сказать. Не сдерживайтесь, все пишите в комментариях. И по традиции я вам порекомендую посмотреть этот выпуск с вашим парнем, мужем, другом. Всегда интересно обсудить тему с мужчиной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики и увидимся в новых выпусках. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok